Здравствуйте, дорогие радиослушатели и все те, кто смотрит нас на канале YouTube. Сегодня гость русской службы польского радио Оксана Пастыхач, консультант специальной инфолинии для мигрантов, созданной Международной организацией по вопросам миграции. Здравствуйте, Оксана. Здравствуйте. Для начала, чтобы все поняли, какую организацию вы представляете, несколько слов о ней. Расскажите, пожалуйста, чем конкретно она занимается, что из себя представляет, кому помогает. Я работаю в Международной организации по делам миграции. Это межправительственная организация, которая существует во многих странах по всему миру. На данный момент 155 государств являются членами этой организации. Организация была открыта в Польше в 1994 году. И с 2002 года уже работает офис этой организации в Польше, который открыт в Варшаве. Организация в первую очередь занимается управлением миграцией на благо и мигрантов, и принимающего общества. Когда пришла идея создать инфолинию вообще? Что это такое? Инфолиния была создана в рамах проекта «Права мигранта в действии 2», который реализуется в Международной организации по делам миграции в сотрудничестве с Министерством внутренних дел Польши и Государственной инспекцией труда. И идея была создана таким образом, что для того, чтобы иностранец, который в Польше пребывает, получил информацию или консультацию о, например, получении карты пребывания или работы, ему нужно было записываться, например, на такую консультацию в неправительственной организации, которые такую помощь предоставляли бесплатную. Идея инфолинии была создана для того, чтобы иностранец смог очень быстро, эффективно получить ответы на свои вопросы, просто перезвонив на короткий номер инфолинии. Вот тут видно номер нашей инфолинии и получил быстро ответы на свои вопросы. Скажите, пожалуйста, а как происходит всё технически и вообще сколько стоит звонок? Консультации наши бесплатные, но когда иностранец звонит на инфолинию, то он платит за соединение, за подключение в соответствии с перескурантом цен своего оператора. Когда иностранец, например, хочет поговорить с консультантом, у него есть возможность выбрать язык, на котором он бы хотел получить такую консультацию, например, для того, чтобы связаться с польскоговорящим консультантом, нужно выбрать на номере телефона цифру 0. А вообще на каком языке можно получить информацию? Консультанты, которые работают в Варшаве, предоставляют консультации на польском, английском, русском и украинских языках. Но даже если есть иностранцы, которые, например, разговаривают или на китайском, или на китайском, или на французском, то также есть возможность проконсультировать иностранца на его родном языке. У нас есть много переводчиков, которые в режиме конференционного разговора предоставляют в таком случае и перевод, и нашу консультацию. Скажите, пожалуйста, а какую информацию конкретно можно получить благодаря этой инфолинии? На инфолинии мы предоставляем консультации по разным аспектам пребывания иностранца в Польше. Например, если у кого-то есть вопрос по поводу лекализации пребывания, получения карты временного пребывания или карты постоянного пребывания, или, например, процедуры трудоустройства в Польше, то такую консультацию мы предоставляем. Но также и разные вопросы, например, как открыть в Польше предпринимательскую деятельность, или как записать детей в школу на учебу. Кто эти люди, которые консультируют? Они специально подготовлены? Это консультанты, которые являются работниками международной организации по делам миграции, то есть они работают в Варшаве в этой организации. И да, это являются консультанты, которые прошли соответствующее обучение и которые имеют опыт в работе с мигрантами и в миграционном законодательстве. Я слышала, что инфолиния существует не только в Польше. Да, кроме того, что инфолиния открыта в Польше, она также работает в Украине, в Белоруссии и в Вьетнаме. Для чего в этих странах конкретно? Потому что из этих стран приезжает в Польшу самая большая группа мигрантов. Поэтому также иностранец, который пребывает, например, за границей, например, в Украине, и хочет приехать в Польшу, может также обратиться на инфолинию, которая существует на Украине. Немного статистики. Сколько человек вообще звонит и представители каких стран обращаются чаще всего? Инфолиния открыта в Польше от мая 2012 года. И от мая к нам обратилось 7 тысяч. Тут можно сказать и иностранцев, и граждан Польши, потому что очень часто граждане Польши тоже звонят на инфолинию, если речь идет, например, о их родственниках или членах семьи, которые являются иностранцами. Чаще всего к нам обращаются граждане Украины, но также и граждане Польши, Белоруссии, России и Вьетнама. А какие вопросы интересуют звонящих чаще всего? Чаще всего интересуют вопросы, связанные с трудоустройством в Польше. Это связано также с тем, что с 1 мая этого кода вступил в силу новый закон об иностранцах, и он немножко изменил процедуру трудоустройства и получения карты пребывания на основании работы. Поэтому тоже очень часто обращаются с вопросами, как получить карту пребывания на основании работы, или как трудоустроиться, как получить разрешение на работу, или какие документы нужно подписать, на основании каких договоров можно работать. Этот человек, который звонит, он остаётся, скажем так, инкогнито? Мы не собираем данных иностранцев, которые к нам обращаются. То есть, конечно, он может представиться, он может сказать, из какой он страны, какое его гражданство, но как бы нам этих данных мы не собираем. Так что можно, даже если иностранец тоже не хочет, например, звонить на инфолинию и общаться с консультантом, то он может также написать нам электронное письмо. У нас на странице www.migrant.info.pl есть контактная форма. И также можно инкогнито задать нам любой вопрос, на который мы ответим. Можно ли сказать, что инфолиния и вообще деятельность организации – это элемент миграционной политики Польши, так вот, глобально, если? Если речь идёт о миграционной политике Польши, то она была принята в 2012 году и сейчас занимается подготовкой исполнительных документов к этой миграционной политике. И вот в проекте этих исполнительных документов было указано, что проект «Права мигрантов в действии 2» и вот эта инфолиния – это эффективный пример того, как реализовать все цели, которые были заложены в этой политике. Скажите, а можно ли вас где-то найти в социальных сетях, в интернете, кроме сайта, о котором вы упомянули? Да, кроме сайта мы также имеем страницу, фейсбук-страницу. Это инфолиния для мигрантов. Нужно на польском языке вписать, и появится наша группа. Мы также имеем группу ВКонтакте, например, в социальной сети. Или иностранцы, которые, например, хотят получать от нас регулярную информацию о том, какие изменения происходят в миграционном законодательстве или о информационных встречах, которые мы также проводим в рамках проекта, могут подписаться на наш ньюслеттер и получать на электронный адрес регулярно от нас информацию. Напомню, нашим гостем была Оксана Пастыхач, консультант специальной инфолинии для мигрантов, созданной Международной организацией по вопросам миграции. Оксана, спасибо вам большое. Спасибо вам также. Продолжение следует...